Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Дача Супер. Сегодня буду квасить капусту. Капуста это очень полезный продукт, причем в квашеном виде она полезнее, чем в свежем, так как в ней образуется молочная кислота и витамин С, который нам очень необходим в конце зимы и весной. Начинаем готовить. Как я уже сказала, сегодня буду готовить квашеную капусту. У меня есть 7 килограмм капусты, это будет 2 трехлитровые банки. У меня есть 300 грамм моркови, тут у меня 3 штучки. На такое количество капусты и на 2 трехлитровые банки мне понадобится, я уже смешала здесь, соль, сахар, 6 ложек соли, обычная каменная соль, не юдированная и 4 ложечки сахара. Из специй, значит, что я добавляю обычно лавровый лист, гвоздичку, немножко гвоздички, перчик черный горошком и душистый и тмин. Приступаем к приготовлению. Морковку натираем на крупной терке. Капусту шинкуем ножом, либо в комбайне, либо специальной штукой для шинковки. Нашинковала частично капусту, чтобы ее перемешать с солью, с сахаром и с морковкой и порциями буду выкладывать в банки вместе со специями. В большую миску складываю порциями капусту с морковкой. Сюда же добавляю соль, сахар, ну, добавляю на глаз, сейчас буду перемешивать. Нам нужно, чтобы она выделила сок, чтобы стало мягче. После этого буду складывать ее в банки. Для приготовления квашеной капусты нам подходят зимние сорта, но зимой только такие сорта и есть. Других сортов в магазине нет. Те, у кого есть, конечно, погреб, они могут эту капусту заготовить с осени и кушать всю зиму. Я делаю капусту раз в 2-3 недели. По мере того, как мы ее съедаем, я готовлю свежую порцию. Как правило, это две трехлитровые банки. После того, как капусту помяла, она вот стала такой влажной, благодаря соли, теперь мне ее нужно сложить в баночку. У меня есть трехлитровая банка, есть такая специальная штука, через которую буду вкладывать, но перед этим я туда положу на дно лавровый листик, измельчу его, гвоздичку, одну-две, и перец горошком. Теперь закладываю капусту. Это приспособление просто для удобства. Так порционно закладываем. Теперь опять можно добавить сюда перчик, гвоздичку, лавровый листик, и еще я добавляю к ним. Прям так, с пакетиком. Продолжаю закладывать. Так пока. Потом в банке это нужно плотно утрамбовать. Это только первая порция. Вот. И уже поставить для того, чтобы она скисала. Из трех кочанов капусты получилось две баночки. Вот так, полные. Плотно утрамбованные. Ну, из-за того, что капуста уже, так скажем, потеряла какую-то влагу, уже все-таки февраль месяц, нам необходимо, чтобы жидкость полностью наполнила баночку. Для этого мы берем воду. У меня в данном случае просто кипяченая. Соль тоже ушла не вся, соль с сахаром. Поэтому я добавляю сюда то, что не ушло. И доливаю водой, чтобы вода покрывала капусту. Маловато еще добавлю. Вот. Для чего это? Полностью должно быть покрыто жидкостью, чтобы не образовывались болезнетворные бактерии. Иными словами, чтобы не появилась плесень на капусте. Вот. Доливаем водой. Ставим в тарелку, потому что будет процесс брожения, будет возъясняться жидкость. Накрываем. Ну, либо тарелочкой можно накрыть, либо покрышечкой. И ставим в теплое место. И ждем, пока она скиснет. В процессе брожения, квашения нам нужно будет деревянной палочкой делать такие проколы на всю глубину банки, чтобы выхватил газ. Сегодня третий день, как у нас красится капуста. Вот идет активное брожение. Мы выпускаем этот газ, который образуется в результате брожения, чтобы она до дна палочкой. Такая у меня деревянная палочка. Запах идет соответствующий. Который при брожении. Вот. Так несколько раз в день нужно сделать. Жидкость подымается и лишнее вытесняется. Вот тут она у меня в тарелке. Вот жидкость вытесняется, поэтому лучше поставить в тарелку. Стоит в тепле. Вот так это выглядит. Через пару дней уже будем пробовать. Прошло 5 дней. В общей сложности с момента, как мы нашинковали капусту и солью со специями, сложили в банки. Она еще бродит. Но сегодня я уже ее разложу по банкам меньшего объема и буду хранить в холодильнике. Если ваш холодильник позволяет вам туда поставить трехлитровую банку, то вы, конечно, можете не прикладывать. Просто закрыть крышкой. Но мне удобнее, чтобы они были в маленьких баночках. Вот. Так. Прямо с рассолом я сейчас разложу. Вот так она выглядит. Красивая капусточка. Квашеная. Квашеная капуста готова. На ее изготовление понадобилось всего неделя. Я разложила по баночкам для удобства хранения. Храню ее в холодильнике. У кого есть погреб, подвал, наверное, можно хранить и таким образом. Но я храню в холодильнике. Закончится эта порция. Делаем следующую. Не заготавливаем большого количества. Спасибо за внимание. Готовьте с нами. Смотрите нас на нашем канале. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok